Субтитры подогнал «Симон» 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 он действительно знал о своем еврейском происхождении, ну, как минимум, мы видим, что египетская, ну, дочь фараона, дочь фараона, она знала, что это еврейский мальчик, причем интересно, я, видимо, под влиянием мультиков или фильмов каких-то, всегда себе представлял, что Маше пустили по водам, а когда читал нынешнюю недельную главу, увидел, что его, оказывается, оставили в тростнике возле берега, то есть создали картину, что он был выброшен, но на самом деле его вынесло на берег, значит, и Бог действительно чудесным образом дальше распорядился его судьбою, и вопрос, знал ли Маше о своем призвании в 40 лет, если мы обратимся к Новому Завету, к интерпретации Стефана, помните, перед своей смертью он произнес замечательную проповедь, значит, это Деяние, 7 глава, 17 стиха, «А по мере, как приближалось время исполнения обетованию, о котором клялся Бог Авраму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались живых, причем бросать в реку». «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь Фаронова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Вот эту фразу запомните, потому что Тора говорит о том, как Моисей себе представлял себя пред Богом, когда был призван. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторых из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, «Кто тебя поставил начальниками судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От всех слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадзямской, где родились от него два сына. Интересный момент. Я вот просто читал и параллельно представлял себе картину. Когда Амаше вышел и увидел, египтянин обижает еврея. Написано, что он посмотрел вокруг, не видит ли кто. Вот когда он удостоверился, что вокруг никого не было, он решился на убийство египтянина. Может, убийство было и не целенаправленным. Вступившись, он просто нанес больший вред, чем должно было. Но результатом было убийство египтянина. То есть, смотрите, какая картина. Три человека – египтянин, Моше и еврей, которого обижал этот египтянин, притеснял. Три человека и никого больше. Значит, египтянин мертв, Моше не заинтересован в том, чтобы рассказывать эту правду о себе кому бы то ни было. Тот еврей, которого вызволили, скажем, из этой неприятной ситуации, он остается единственным источником информации об этом. Об этом мы знаем впоследствии. Узнал весь Египет и фараон в том числе. То есть, интересная картина. Моше делает доброе дело, в результате чего он увлекает на себя такое, из-за чего ему пришлось впоследствии бежать. Как бы вопрос, на самом деле, совершенно не первый, по каким мотивам этот египтянин вообще рассказал обо всем этом. Потому что, на самом деле, он тоже рисковал своей жизнью. Его могли обвинить в соучастии, его могли обвинить в этом убийстве, понимаете? Потому что Моше был принцем, а этот был рабом. Кому поверят, если бы дело дошло до суда? Ну, Моше бы не стал врать, но вопрос в том, что, на самом деле, этот еврей послужил причиной того, что об этом узнал весь Египет. И гнев фараона мог излиться на Моше, Моше был вынужден бежать. Значит, и смотрите, вот Тора не говорит об этом. А Новый Завет говорит очень интересный момент. Вот 25-й стих. «Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение». Но они не поняли. То есть, получается, что Моше, в принципе, знал о том, что он является будущим избавителем Израиля. Но вот эта вот фраза «Он думал», она наводит на размышления о том, что у него были свои представления о том, как это избавление должно прийти. И дальше мы знаем, что он убегает, он на 40 лет становится частью семьи священника Медиамского. И Тро у него рождается два сына. В результате тоже интересная постановка вопроса. В русском переводе не видно. Вот в еврейском переводе видно, что Моше однажды, пасять овец тестя своего Иофора, ушел за край пустыни. То есть, если мы посмотрим на эту картину образами, то по прошествии 40 лет Моше прошел всю пустыню до самого конца и пришел к горе Божьей Хорееву. Я вот буквально перед служением на всякий случай уточнил, в словаре Брогауза слово Хорееву переводит значение этого слова, означает как развалины засуха. Ну, то есть, вот эти два момента, то, что он дошел до края пустыни, и то, что он пришел в место, где засуха, где развалины, оно показывает, опять же, это чисто образно, состояние души Моше. 40 лет прошло, и он, в принципе, уже потерял даже веру в то, что он является избавителем для своего народа, как Бог это задумал. Как подтверждение этой идеи, он не обрезал, по крайней мере, одного из своих сыновей. Писание говорит, что он взял в Египет жену и двух своих сыновей. По дороге, помните, история Цепоры, она обрезала одного сына, этого было достаточно. Возможно, один был обрезан Гершом, а второй, Леозер, он обрезан не был. И это указывает, во-первых, на то, что Моше действительно в какой-то момент просто уже разочаровался во всем том, что он знал о Боге и о своем призвании, о своем предназначении, о своей миссии. Настолько разочаровался, что он даже сына своего не обрезал второго. Но это же место нам указывает на то, что даже если Бог избрал и призвал и наделил определенной властью и полномочиями, он при этом продолжает очень требовательно относиться к тем служителям, которых он призывает. И даже малейший недочет в своей семье Бог очень и очень строго судит. И поэтому мы должны бодрствовать, как мы служим пред Господом. Потому что Писание говорит, что делающий дело Божье небрежно проклят. Поэтому давайте мы действительно, служа нашему Господу, любящему и милосердному, не будем его раздражать, но будем стараться следить за собой, за своей жизнью, чтобы действительно исполнить то предназначение, которое он для нас определил, и исполнить так, как он этого желает, а не так, как мы себе представляем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok